В 1705 году вот на этом месте стояла деревянная церковь, но в 1723 году она сгорела. Тогда построили новую, но тоже деревянную. А уже в 1740 году было решено построить храм из кирпича. Для строительства собора казаки использовали глину с берегов Яика. Делали из нее кирпичи, обжигали и возводили стены. Строительство храма длилось 9 лет и было завершено в середине 18 века. Толщина стен здесь составляет 2 метра. Они хорошо держат тепло, но отопление тут запускают перед наступлением холодов, чтобы все росписи на стенах не испортились. Такие большие здания, как наш собор, они требуют постоянного ремонта. Даже вот сначала сделали, когда строительство построили, но в течение времени то крыша ветшает, то внутреннее убранство приходит в него. Как минимум раз в 2-3 года это надо шпаклевать, надо подмазывать, надо штукатурить, потому что он не воздействие внешней среды, он разрушается. Так само и покраска, побелка, все требует постоянного ремонта. При входе в храм на стенах уже начали наносить лики святых. Для этого специально приглашают художников из России. Работа эта достаточно дорогостоящая. Никаких средств из бюджета для храма не выделяется. Весь ремонт делается на средства, которые жертвуют неравнодушные. Деньги получают от продажи свечей или от того, что люди оплачивают крещение или венчание. Но этого очень мало. Хотелось обратиться к жителям и города Ургальска, и жителям нашего региона Западоказанской области. И к всем, кто имеет возможности, какие-то предприниматели, которые богатые люди, которые имеют какую-то копейку, чтобы посильную помощь нам оказали. Потому что мы своими трудами не сможем этого ничего сделать. Кроме ремонта, ежемесячно нужно платить зарплату обслуживающим персоналу и служителям храма, оплачивать коммунальные услуги. Поэтому в соборе не откажутся от любой материальной помощи. Отец Феодосии рассказывает, многие осуждают церковь за то, что там берут деньги за услуги. Но люди должны понимать, что сотрудникам храма нужно на что-то существовать и содержать его. Олег Великий, Мирвулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.